Привет, просветители! С одной стороны, это, конечно, тешит самолюбие, когда ты оказываешься несколько умнее и опытнее товарищей, которые занимают весьма высокие должности. С другой же стороны, этот же факт несколько напрягает и порой даже пугает, что они еще придумают. Правда, хочется верить, что люди, отвечающие за экономику, разбираются в, не поверите, экономике, ответственные за медицину. Давайте вместе со мной. Чувствую себя Дашей путешественницей. В медицине, а великие защитники отечественного образования не понаслышке знают, что такое школа. Если вы не первый раз на этом канале, то, как минимум, в последнюю часть вы уже давно не верите. Слишком уж часто мы с вами слышали какие-то гениальные инициативы из уст верхушки российского образования. Честно говоря, когда чиновники из министерства не особо понимают, в чем заключается специфика работы преподавателя, это не вызывает у меня удивления. Понимаете? Вот они не понимают, а я понимаю. Поняли? Но когда те же самые чиновники не осознают, как вообще учебный процесс проходит, вот это уже даже у меня вызывает вопросы. А вы точно в школе учились? Почему у меня на канале собралась максимально разношерстная аудитория? Потому что проблемы образования объединяют, в общем-то, всех. Кто-то сейчас учится, другой раньше учился, третий ребенка только что в первый класс отправил. И с какими-то глобальными моментами сталкиваются все. Ну или, по крайней мере, все слышали. Кроме некоторых чиновников, похоже. На прошлой неделе отличилась Яна Лантратова, первый заместитель председателя комитета Государственной Думы по просвещению. Она предложила автоматом дарить отличникам 100 баллов на ЕГЭ. Хорошее предложение, ничего не скажешь. Но я скажу. Давайте аргументацию Яны послушаем, а потом, как обычно, я поною. Типичный вечер понедельника на этом канале. Первый зампредседателя комитета Госдумы Российской Федерации по просвещению Яна Лантратова предложила выдать сертификаты со 100 баллами по ЕГЭ всем отличникам, потому что они заслужили это за 11 лет старательной учебы. Перед вами сидит отличник. В каких-то моментах даже, наверное, старательный. Хотя я скорее относился к той категории учеников, которым всегда все легко давалось. Ну ладно, ладно, чего уж скрывать. Умный я, умный. Павел, вы такой юморист, боже-боже, продолжайте. И оценки мне не рисовали. Но заслуживал ли я 100 баллов по физике, химии, английскому языку, информатике? Я тут, короче, все предметы, кроме истории, перечислю. Нет. Какая еще сотка? Пятерка в школе и максимальный балл на ЕГЭ? Это совершенно разные вещи. Нет, конечно. Они могут совпадать. Но это далеко не правило. И когда бабушка на лавочке рассуждает, мой внучок-отличник, значит 100 баллов будет. Это нормально. Она бабушка и на лавочке. Когда же заместитель председателя комитета Госдумы по просвещению выдает такой перл, это тут же заставляет усомниться в ее компетентности. Знает ли она, как порой в школе отличники появляются? Осознает ли, что такое единый государственный экзамен? И какой объем работы стоит за максимальным баллом на этом экзамене? Ну, знаете, вся эта банальщина, о которой сначала нужно подумать, прежде чем с подобными гениальными предложениями к микрофону выходить. Если ЕГЭ пока остается, можно подумать о том, чтобы выдавать стубальные сертификаты по предметам ученикам с отличными оценками. Вот про можно подумать, это прям очень дельное предложение. Только не совсем понятно, почему сама Яна им не воспользовалась. Чтобы те, кто усердно работал все школьные годы, а неудачно списал, имел возможность бесплатно получить высшее образование в лучших вузах страны. Это сейчас был тонкий намек, что большинство стубальников просто на экзамене все списали? Яна, ну тогда вам нужно с проблемой списывания бороться, а не сертификаты раздавать. Но сначала это надо обсудить с родительским и педагогическим сообществом, отметила депутат. Ну, сегодня в качестве педагогического сообщества выступаю. Я, родители, присоединяйтесь в комментариях. По ее мнению, оценить настоящий уровень знаний учеников могут только школьные учителя. Они на протяжении 11 лет вели уроки у школьников, знают настоящий уровень подготовки каждого обучающегося. Это она сейчас про учителя физкультуры говорит? Потому что другой преподаватель мне в голову не приходит, который с одними и теми же учениками все 11 лет работает. Конечно, в школе виднее, кто из учеников какие заслуживает оценки. Нет, в какой-нибудь абстрактной школе, конечно, виднее. Тут даже спорить глупо. Но если вот буквально на минуточку вернуться на грешную землю, то все уже совсем не так однозначно. Забавно, что буквально за год до выступления Лантратовой Рособранадзор всех вот такой статистикой ошарашил. 20% педагогов страны испытывают проблемы в предметной подготовке. До 50% испытывают проблемы в методической подготовке. И до 80% педагогов имеют проблемы, связанные с объективностью оценивания. Похоже, сами чиновники пока не особо определились. У одного большинство учителей ставят оценки просто как бух на душу положит. У другой только школа знает что да как. В общем, все как обычно. Давайте попытаемся во всем разобраться по порядку. Вообще, сама мысль, что существует какая-то стопроцентная объективность, когда речь идет об оценивании одного человека другим, достаточно смелая. А идея, что подобная объективность встречается повсеместно, это вообще наивность граничащая, простите, с глупостью. На эти самые пятерки влияет так много факторов, что закрывать на них глаза просто невозможно. Но Яна, очевидно, думает иначе. Пятерка по физике у меня в моем гуманитарном классе и пятерка по физике у моей подруги в физико-математическом немного разные вещи. Чуть-чуть. В зависимости от профиля школы и класса ценность оценки меняется очень сильно. Не хочу обижать учеников села Нижние Бороденки, но что-то мне подсказывает, что в общем и целом у лицеистов при Бауманке знания все-таки получше будут. Обратите внимание, в общем и целом исключения, естественно, бывают. Ситуация, когда отличник переходит в сильную школу и тут же скатывается практически по всем предметам, не новая. Особенно, если перед нами ребенок-звездочка. Но не в смысле победитель всевозможных олимпиад, а просто единственный ученик в классе, которому что-то нужно. И когда ты, педагог, сталкиваешься с подобным ребенком, оставаться беспристрастным профессиональным бывает очень сложно. Когда Ванечка единственный, кто сделал домашнее задание из целого класса, он один хочет в доске, и только он что-то знает, это не означает, что Ваня заслуживает пятерку по вашему предмету. На фоне всех остальных Ваня, может быть, и выглядит замечательно, но просто поместите его в другой коллектив, и там четверка-то будет. В такой ситуации самому Ване очень сложно объективно себя оценивать, потому что он на голову лучше остальных. Правда, вот только в этом конкретном классе. Мне безумно повезло, что я преподавал русский язык, и там ты не смотришь на остальных учеников. Нет ошибок в диктанте? Пятерка. Три ошибки? Тройка. Даже если у всех остальных по сорок ошибок. Три ошибки? Это тройка. Но далеко не каждый предмет может похвастаться такой прозрачной системой, например, на той же самой литературе. Если все, что ты слышал. Я к вам пишу, чего ж более, что я могу еще сказать. Теперь я знаю вашей волей меня презрением покарать. От половины учеников, а от другой. А нам что-то задавали? Любое более-менее нормальное выразительное прочтение, но это, конечно же, сразу же пять, и как минимум поступление в театральный вуз без очереди. Но это же не так. Да, оценки в слабом классе зачастую не особо объективны. И чтобы это понять, и отличнику, и ученику приходится приложить определенные усилия. И не смотреть на остальных. Наверное, Ян Лантратовый единственный человек в стране, который никогда не сталкивался с... Вот этой девочке четверки ставить нельзя. Она на медаль идет. Именно потому, что я был тем самым мальчиком, которому четверки ставить можно, я круглый отличник, но без медали. Это рано никогда не заживет. Рассказы студентов, что первые три года ты работаешь на зачетку, а потом она работает на тебя, отлично применимы к школе. Достаточно часто администрация буквально борется за пятерки для отличников и давит на преподавателей. Да и сами будущие медалисты порой достаточно быстро понимают, как можно повлиять на педагога. Ты же явно не хочешь быть тем единственным воландемортом, который не пошел навстречу настоящему таланту. И если у учителей русского и математики еще есть моральное право стоять на своем, всем ЕГЭ сдавать, то условному учителю информатики гораздо сложнее сопротивляться. Ведь по всем остальным-то пятерки. И в итоге помыслила Антратова и подобная звезда информатики получит сту баллов? Я вам уже как-то рассказывал о своем потрясающем разговоре с Заучем. Петеньке нужна пятерка по-русскому. У него выходит тройка. Но нам нужна пятерка. Давно мальчика с медалистов не было. У него выходит тройка. А если пойти навстречу? Ну, Павел Викторович. Тройка только что с этой самой встречи вернулась. Мы двойку переписывали. Даже если предположить, что наша конкретная отличница Юля действительно заслужила свои оценки, на всякий случай отмечу. Я не считаю, что все отличники нарисованы и не настоящие. Естественно, нет. Более того, я восхищаюсь по-настоящему талантливыми и трудолюбивыми учениками. Безусловно. Тут вообще никаких вопросов не должно возникать. А то, правда, и чувствую, что какой-то, знаете, негативный ролик в сторону отличников получается. Но это не так. Здесь негатив только в сторону Яны Лантратовой. Отличники. С вами все отлично. На то вы отличники. Значит ли это, что даже в рамках своего класса отличница Юля знает конкретный предмет лучше всех остальных? Нет, с чего вдруг. У нее может стоять вполне заслуженная и рабочая пятерка по химии. Но у ее соседа по партии Андрея точно такая же пятерка, но кроме этого, пятибальная система явно несовершенна. За спиной могут быть еще курсы, репетиторы и просто море самостоятельной подготовки. Его тройка по истории каким-то образом дискредитирует его знания по химии? Ни одному теперь не по себе от слова дискредитирует. Почему Юля получит 100 баллов на ЕГЭ, хотя у нее просто обычные школьные знания? А Андрей, разбирающийся именно в химии гораздо лучше, может остаться, к примеру, с 90. И что, вуз в лице Юли получит лучшего химика? Если бы у меня в аттестате стояла четверка по геометрии, это как-то бы отразилось на моих знаниях по истории, русскому или литературе? Где здесь связь? Яна Лантратова не просто поощряет отличников, она автоматически ставит, возможно, не менее талантливых ребят просто в более узких сферах, в заведомо более проигрышную ситуацию. Вот если бы Юля и Андрей на экзамене набрали бы одинаковые баллы, тогда бы про 11 лет безупречной учебы можно было вспомнить, но изначально ставить Андрея в такое положение, ну это бред. Учителя лучше знают, утверждает Яна Лантратова. И, безусловно, хорошие педагоги видят всю картину целиком, а не только результаты в один конкретный день. Миллион раз говорил, что на ЕГЭ можно банально переволноваться. Но проблема в другом. Это хорошие учителя видят всю картину целиком, а лучшие педагоги умудряются даже за картину заглянуть. И вот тут-то мы и переходим к личному отношению, к тем самым сердобольным педагогам, которые не пустят ученика на урок из-за не того цвета волос, заявят, что покажут, где раки зимуют, если школьник, не дай бог, не патриот, с радостью начнут умывать старшеклассницу в туалете, ведь настоящие гимназистки. Так не выглядят. Способны ли эти учителя отбросить свое отношение к школьнику и оценивать только его знания? Это большой вопрос для меня. Третий класс, конец второй четверти, мою маму вызывают в школу. Ну, в соседний кабинет, она учитель. Татьяна Павловна, я не знаю, что с Пашей на математике делать. А что с ним надо делать? У него за все самостоятельные контрольные стоят пятерки. Но я-то понимаю, что на отличную математику не знает. Ну, ставь четыре раз не знает. Но четверок-то у него даже за ответы у доски нет. Так что ты от меня хочешь? Просто сообщаю, что ставлю пятерку авансом. Он ее не заслужил. До сих пор не знаю, как конкретно я должен был заслужить эту пятерку, но окей. Да, понять, что за хорошее поведение и потрясающе чистую душу. Вите нельзя докинуть полбала, даже если он цветы согласился полить. Точно так же, как нельзя проучить оценкой неугомонную Марину, могут не все учителя. И что-то мне подсказывает, что сегодня в комментариях мы услышим не одну подобную историю. Вообще, конечно, даже страшно представить ту лавину коррупции, которая накроет нашу школу, если предложение Лантратовы реализуют. Ну, как не породить родному человечку? И сейчас есть родители, которые готовы задушить что учителя, что своего ребенка ради пятерки. А что с ними произойдет, если сто баллов на кону будут стоять? Родителям, да и детям порой очень сложно объяснить, что... Она так сильно старается! Это не повод поставить пятерку. Поддержать, подбодрить, да, но не нарисовать оценку. Тем более, сто баллов на ЕГЭ подарить. И я, Анлан Тратова. Печатный станок. Когда учитель химии объясняет ученикам и родителям, что пятерка в школе и даже 80 баллов на экзамене это разные вещи из-за специфики ЕГЭ и школьного курса химии, и при этом сталкивается с непониманием, это нормально. Но вот когда второй по важности человек, отвечающий за образование в Государственной Думе, не осознает этого, вот это уже проблема. И большая. Друзья, если вам понравилось это видео, обязательно поставьте лайк, так оно наберет больше просмотров. Кроме того, не забывайте подписываться на мой Телеграм, там интересно, и все новости образования появляются гораздо быстрее. Огромное спасибо всем моим подписчикам на Бусти. Кстати, сейчас вы видите имена самых топовых товарищей. Огромное, огромное вам спасибо за поддержку. Если готовы поддержать меня материально, то ссылка есть в описании. Ну, а я встречусь с вами уже на следующей неделе, в понедельник, в 17.00 по Москве, в моем новом видео. Всем хорошего дня, и до встречи. Субтитры сделал DimaTorzok